Всем привет! Меня зовут Варя. Привет! Меня зовут Карин. Всем привет! Меня зовут Настасья. Меня зовут Катя. Я президент локального комитета ICXPF. Я бюджет-президент по исходящим профессиональным стажировкам. Я руководитель входящих волонтерских стажировок. Я являюсь висепрезидентом департамента Talent Management. Мой проект — это управление всем локальным комитетом. Вся работа в ICXPF проходит через командную работу в первую очередь, поэтому... Я работаю с большим количеством людей, как в ней организации, потому что я занимаюсь набором, так и внутри организации, с нашим локальным комитетом. Я работаю непосредственно с командой исполнительного совета, с вице-президентами. Вместе строим стратегию на год. С Варей, с Катей, Зиной, с Настей. Очень много моментов, которые необходимо учесть. Вместе продумываем направление развития нашего локального комитета. Вместе ставим цели, которые мы будем достигать. С Катей мы обычно обсуждаем финансы. Нужно сделать так, чтобы то, что мы зарабатывали, превышало то, что мы тратим. Как сделать опыт наших партнеров и стажеров более качественным. Подо мной есть один большой департамент, департамент сходящих профессиональных стажировок. И все так или иначе работают напрямую со стажерами, которые уезжают на стажировки. Я тем временем помогаю им, даю знания о битве-продаже. С Настасьей мы обычно обсуждаем инициативы по битве-маркесингу. О том, как лучше общаться с стажерами. По продажам на входящих заявках. Помогаем наладить соотношения вместе с другими странами. Если с Каримом мы обсуждаем определенные вещи из разряда. Что самое крутое, что мы с тобой обсуждали? Как правильно построить работу на рекрут. Как сделать так, чтобы эффективность ребят в локальной комитете повысилась. Все те люди, которые приходят в наш локальный комитет, они приходят благодаря одному человеку. Это Варя. Обсуждаем, что происходит у каждого из вице-президентов в департаменте. Сколько людям комфортно сейчас. Насколько эффективны были ребята в департаменте на этой неделе. Что можно сделать, чтобы улучшить работу. Айсик — это работа с людьми. Поэтому все трудности, которые возникают, тем или иным образом связаны с людьми. Люди — это уже трудно. Люди — это такой ресурс, который постоянно меняется. Действительно сложно понять другого человека из другой страны. Каждый человек, он индивидуален. Доходят до абсурда. У каждого есть своя какая-то жизнь. Необходимо точно понимать, к кому как обращаться. Указывать свои интересы, свои стремления. Кто какие каналы связи почитает, что им важно и чем они дорожат. Нужно учиться общаться, учиться делать первые шаги навстречу. Делать так, чтобы людям было с тобой комфортно и тебе комфортно с людьми. А я, наверное, назову своей самой большой сложностью — это подготовка к рекрут-рунту. И, в принципе, сам процесс рекрут-рунта. Потому что это невероятно долгое, но интересное дело. И ты работаешь просто в WorkHard 24 на 7. Ты просто берешь и не сдаешься в любом случае. Мне кажется, первые пару месяцев я понимал вообще, кто как живет, у кого какие ценности. Меня часто спрашивают, что мне дает Айси. Ты невольно начинаешь каждый раз задавать себе этот вопрос. Я не могу описать это одним словом. Я нашла три пункта, по которым я не хочу уходить из Айси в ближайшее время. Айси в первую очередь дает мне возможность ошибаться. Но самое, как мне кажется, важное, что я получил, это самоосознанность. Сейчас я более самоосознанна. Вторая вещь — это глобальность Айсика. То, что ты делаешь, ты делаешь не только на уровне России, ты делаешь на уровне мира. Ты можешь совершить ошибку, но при этом всегда найдешь поддержку. Вот Айси для меня — это вторая семья. Ты можешь просто брать и делать. Потому что ты делаешь то, что тебе нравится. И за это я как раз люблю Айсика. Субтитры сделал DimaTorzok